С Днём Победы, дорогие наши герои! В этом году эти слова под аккомпанемент Оркестра Сибирского округа войск Национальной Гвардии прозвучали адресно для каждого ветерана. В этом году нет парада и общественных мероприятий, но не поздравить их нельзя. Для президента концерна «Сибирь» депутата Заксобрания Новосибирской области Валерия Червова это 26-летняя традиция. Поэтому 9 мая под окнами ветеранов звучали военные песни и поздравления. Каждый раз встреча с теми, кто приближал победу, это особые чувства, говорит Валерий Червов. «Благодарность и любовь. Вот два чувства переполняют наши сердца. Благодарность, бесконечная благодарность за то, что они всему земному шару дали мир на 75 лет. А что такое Родина? Это жены, дети, родители, это Родина. Земля, на которой родились, это тоже Родина. Но за эту Родину они отдавали жизнь, наши ветераны». Когда-то на его округе было больше 12 тысяч ветеранов, сегодня осталось 52. «Вот вчера, позавчера мы четыре депутата объезжали их. Вот мы 21 человека вручили вчера с гармошкой, с песной пениями. Ну, конечно, маска мешала все время. Встречают с радостью, со слезами на глазах, с радостью с великой. Мы радуемся, что они живы и здоровы. Вечный пример, как я сказал, и вечный укор нам в этом плане. Вот так. Ну такая радость, такая. У них феноменальная память. Вот они такие мелочи и детали во время войны рассказывают. Ну, чудо. Мы пели вместе с ними фронтовые песни под баян. И самое главное, что у них есть. Я видел, у тебя 26 лет здесь смотрел, отец за отцом смотрел, сколько рос. У них простота. А где, говорит, просто там ангела состры. Это сказал не я, а великий батюшка Серафим Саровский, наш великий святой чудотворец. Радость общения, она незабываемая. И вот общение такое, что дух там такой, в них, в каждом из нас. Дай Бог нам когда-нибудь прийти к этому духу. 9 мая кто-то из ветеранов принимал поздравления из распахнутого окна, а кто-то спустился во двор. Помимо оркестра и песен военных лет, в честь их великого подвига, парадом прошел военный караул. Никто не забыт и ничто не забыто. Эти слова, как истории сражений, передаются из поколения в поколение. Эта война не обошла стороной ни одну семью. Вице-президент концерна «Сибирь» Дмитрий Червов вспоминает рассказы своих дедов. Дмитрий Червов служил в моторизованной части и был награжден медалью за отвагу. Модернизировал каким-то образом саму технологию, и двигатели ходили лучше. И все это описано детально. Удивительно, что были такие возможности, что люди находили время все это документировать, описывать, это полистым почерком от руки было описано. Я сам люблю сейчас возиться с техникой. Что касается Ивана, он был блестящим руководителем, организовал в тяжелых условиях боев, там написано, подвоз артиллерийских снарядов и содержание своей части. Также провел большое мужество в артиллерийских атаках и отражениях от немцев. Я горжусь своими дедами, горжусь нашей страной, горжусь нашими ветеранами, которые у нас на округе. Для нас, я повторяю, это главная опора, это счастье, что мы можем с ними еще общаться. У них действительно очень сильный дух. Они настолько смиренно никогда не говорят о себе в великих каких-то эпитетах, не позволяют даже нам этого делать. Мы служили так, как мы служили. Живое подтверждение этих слов Виталий Петрович Зиновьев. Говорит, что видит сегодняшнее поздравление и для него особая радость. Червов наш замечательный, он каждый раз никогда не забывает про нас. Всегда поздравляет, дает подарки, благодарит. Очень хороший, замечательный человек. И делится своими воспоминаниями о Дне Победы 75 лет назад. Тогда я был в Латвии, в 5-й гвардейской бригаде. И спали мы, двухъярусные нары, спали. И где-то к утру открылась стрельба. Мы соскочили все, а тут кричат, война, конец, война. И мы в трусах, в майках выскочили на улицу, начали кричать, бегать, дурачиться. Добавляет, военные песни каждый раз переносят в годы войны. Пробуждают воспоминания, вместе со слезами по ушедшим солдатам. Слезы радости за то, что все это было не зря. Кроме поздравления ветеранов, этот день не обходится без фейерверка. В этом году концерн Сибири депутаты провели его под девизом «Праздничный салют в окнах вашего дома». Таким образом, жители микрорайонов смогли посмотреть его, не покидая своих квартир. Обычно самый масштабный праздник проходит в парке Горского микрорайона. Но в этом году залпы фейерверка отгремели и на набережной жилого комплекса «Радуга Сибири». Под громкое «Ура», которое разносилось, кажется, из каждого окна. В честь подвига наших солдат, которых мы помним и чтим. Мы живем уже 75 лет под мирным небом. Это все благодаря им, благодаря их подвигу, вот этих великих людей. Вот уже несколько поколений живут в мире, потому что наши воины, наши чудо-богатыри, сильные духом люди, победили в той страшной войне. Спасибо им всем и низкий вам всем поклон. Дорогие ветераны войны, дорогие победители Великой Отечественной войны, дорогие спасители России и мира. Я сердечно вас от имени Законодательного собрания Новосибирского области, от имени правительства Новосибирской области. Поздравляю вас и городского совета. Поздравляю вас с Днем Великой Вашей Победы. Здоровья вам, счастья, благополучия во всем и многое благая лето в бодром здравии. Да хранит вас Бог и ваши роды, ваши семьи своей благодатью. Всегда ныне и пресни, и во веки веков. Аминь. Поздравляю вас с Днем Великой Отечественной войны. Субтитры создавал DimaTorzok